Фантазии, полёты, рук творения. Название выставки говорит само за себя. Более ста уникальных работ представили ветераны Смоленской АЭС. Люди, которые после выхода на заслуженный отдых привнесли в свою жизнь творчество. На открытие выставки с приветственным словом выступил заместитель начальника управления информацией и общественных связей с АЭС Михаил Хоботов. Когда мы смотрим, вот всё, что здесь представлено, это доброта, это тепло. Иного на другой выставке можно и не увидеть, а мы здесь это ощущаем. Спасибо всем, кто принял участие в этой выставке. За участие в выставке «Фантазии, полёты, рук творения», посвящённой 75-летию атомной промышленности и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, всем участникам вручили благодарственные письма. Также в качестве подарка для гостей и участников мероприятия выступил ансамбль ветеранов атомной станции «Гармония». Каждый представленный в выставочном зале экспонат притягивал взгляды зрителей. И это прекрасный пример того, что начать заниматься любимым делом можно в любом возрасте. Достаточно лишь желания, трудолюбия и фантазии. Всего в выставке приняли участие 26 ветеранов Смоленской АЭС. Один из них – Антон Педер. В экспозиции было представлено 10 его картин, выполненных в технике «Алмазная мозаика». «Эта работа кропотливая, но для меня я нахожу своего рода лекарство. Нервы успокаиваются. Делаю это я ночью. На работе я привык и по ночам работал. Никто не мешает». Антон Педер ещё с юношеских лет умел создавать красивые вещи. «Алмазная мозаика» занимается ни много ни мало – три года. На создание одной картины в среднем уходит две недели. Но есть и исключения. «Вот это на одном дыхании четыре дня. Но это одна из моих любимых тем. Поэтому, наверное, так я и быстро. Жена, правда, иногда недовольна. Потому что всю ночь утром просыпается, а я ещё работаю». Также на выставке были представлены изделия из бисера, тонкие кружева, панно, резьба по дереву, вышивка, вязание и даже работы, выполненные в технике оригами. Посетить выставочный зал в торговом центре «Феникс» и вдохновиться на творчество можно будет включительно до 3 апреля.